На чёрном фоне появляется белая надпись «Гараж» латинскими буквами. Затемнение. Из темноты появляется белый фон. Чёрными буквами надпись «Пономаренко. Томас Сарацена». Часть первая. Сегодняшние наши герои продолжают ту линию... Сегодня мы продолжаем тот сюжет, который мы обсуждаем на последние несколько лекций. Такую фигуру художника, как изобретателя, художника, как создателя неких фантастических машин. Мы уже говорили о Тенглии, о романе Зигнере, который отчасти сюда вписывается в эту историю, об Отопине. И вот эту линию художника-инженера, художника-изобретателя, художника, который балансирует на грани технического искусства или сайенс-арта. И фантастики продолжают два героя нашей сегодняшней лекции. Это бельгийский художник Пономаренко и аргентинско-немецкий художник Томас Сарацена. Они разных поколений. Пономаренко с 40-го года рождения, Сарацена с 73-го. Но у них, как мы увидим, много общего. И прежде всего это огромный интерес ко всяким летательным аппаратам, ко всяким фантастическим машинам. Но помимо этого, собственно, не только интерес к изобретениям, не только интерес к технике, но и некое утопическое измерение этой технологии, что и для Сарацена, и для Пономаренко технология – это не просто прогресс и наука, это то, что способно изменить мир, это то, что имеет вот эту утопическую или даже, может быть, точнее, научно-фантастическую перспективу. Пономаренко – бельгийский художник, настоящее его имя – Энри Ван Хёрвиген. Энри Ван Хёрвиген, экзотический для бельгийского уха псевдоним Пономаренко. По одной версии он придумал как сокращение от Pan American, панамериканская авиакомпания. А по другой версии это было имя советского генерала, который он случайно услышал по радио. Происходило всё в 60-е годы, в эпоху Холодной войны. Это самая перспектива Холодной войны, в которой это всё происходило, так же, как и то, что Пономаренко вырос во время Второй мировой войны. Для его искусства очень важно, и для его отношения с техникой тоже очень важно. Так же, как это было важно для принадлежащего примерно к тому же поколению Тенгли, для которого был чуть старше людей, которые в детстве или в юности пережили войну, для которых технологии и прогресс – это было чем-то, что надо было переосмыслить, с чего надо было снять вот это время, катастрофу, время войны. И, собственно, к темам войны, если история недавней, Пономаренко обращался достаточно редко, но, тем не менее, одна из его первых сохранившихся известных работ – это вот такой кусочек металла со следами от пуль, которая в 1963 году для послевоенного поколения, естественно, читалась однозначно как отсылка к войне. Работа Пономаренко «Медные пластины с пулевыми отверстиями. 1963 год». Прямоугольная медная пластина, вид сверху. Вся пластина покрыта вмятинами и отверстиями от пуль. На пластине видны белозелёные следы окисления и тёмные пятна грязи. Пластина лежит на ровной поверхности. Поверхность напоминает поцарапанный камень или бетон. Как отсылка к некому перестрелке, да, как отсылка к некой катастрофе. Начинал он, вырос и жил, и живёт в городе Антверпене. Это портовый бельгийский город. И родители Пономаренко занимались, собственно, тем, что ремонтировали корабли. И вот это его, что он изначально вырос в среде ремесленников, связанных с транспортом, связанным с путешествиями, связанных с этими огромными плавающими машинами. Для него, конечно, было очень важно. Получил он при этом художественное образование. И начинал он с, не с создания объекта, начинал он с хейпинингов, с искусства, которое в середине 60-х годов как раз становилось одним из самых известных, популярных, и не то чтобы мейнстримных, но одним из самых захватывающих того, что происходило в современном искусстве. И это была достаточно подвижная интернациональная среда. И он успел сотрудничать со многими звездами, аж звездами того времени. Например, он участвовал в перформансе Криста, о котором я рассказывала на одной из наших предыдущих лекций. Криста художник, который занимался тем, что упаковывал различные объекты, в том числе он упаковывал, собственно говоря, самого Пономаренко, которого вносили в галерею в виде кулька целлофана, и потом в ней распаковывали. Он дружил с Бойсом и считал Бойса одним из художников, который на него повлиял больше всего, потому что, как и Бойс, Пономаренко считал, что искусство — это способ изменить мир, и способ изменить наши отношения с миром, что искусство является неким жизнетворчеством и жизнестроительством. Фотодокументация Хэппининга Пономаренко «Воздействие кубиков льда», 1968 год. На чёрно-белой фотографии запечатлено сооружение из брусков льда. Сооружение изо льда представляет собой прямоугольную башню, высотой примерно в человеческий рост. Бруски имеют форму параллелепипеда в длину около метра и квадратным сечением со стороной около 20 см. Башня полая внутри, бруски образуют её стены. Они выложены по принципу брёвен в избе в 8 ярусов, но без специальных выемок на концах брусков, поэтому между параллельными брусками видны большие просветы. Таким образом, каждая грань ледяной башни похожа на решётку с толстыми горизонтальными прутьями. Слева от ледяной башни стоит группа зрителей. Двое из них – мужчины в полицейской форме. И один, и его хэппининги, первые хэппининги, которые он делал, имели в том числе и некий социальный месседж, социальный пафос. Так, одна из первых его акций, которая произошла в 68-м году, заключалась в том, что он вместе со своими соавторами выстраивал в центре Антверпина вот такую вот баррикаду. Это 68-й год, тема баррикад была более чем актуальной. Это 68-й год в Париже, где как раз эти баррикады строились. То есть они выстраивают собственную версию баррикады с требованием сделать одну из зон города пешеходной, доступной для их, сделать новое общественное пространство в городе. И в результате, так или иначе, эта зона стала пешеходной зоной. Но те баррикады, которые они строили, это баррикады, сделанные из кусков льда. Да, это баррикады, которые рано или поздно должны были растаять. Но при этом в тот момент, когда их выстраивали, они вообще вполне свою функцию. Баррикады, преграды исполняли. Первые объекты, которые он делает, были сделаны, считается, что это такой вот как бы бельгийский вариант поп-арта. Он делает вот такую вот тряпичную скульптуру, представляющую модель плейбоя. Скульптура Пономаренко «Молли Петерс», 1966 год. Скульптура представляет собой фигуру женщины с оголённой грудью. Скульптура выполнена из ткани. Женщина сидит на одном бедре и опирается на прямые руки. Её колени повёрнуты вправо, а туловище обращено к зрителю. Женщина опирается на обе руки. Руки прямые. На правую кисть надет чёрный носок. На женщине короткая юбка и короткий пиджак с коротким рукавом светло-серого цвета. Пиджак расстёгнут, грудь обнажена. Кожа женщины жёлтого цвета. Волосы до плеч со слегка розовым оттенком. Брови и глаза подведены чёрным, на губах красная помада, глаза голубые. Ноги выполнены не полностью. Одна нога только до колена, другая до ступни. Он, то есть, если образ массовой культуры, он делает тоже, по-моему, пенопластовую модель, скульптуру, изображающую обыденные предметы, раковину наполненную грязной посудой. Он делает вот такое вот. Один из его проектов заключался в том, что он хотел принести в галерею настоящее, с которой тогда сотрудничал, настоящее дерево, покрытое снегом, как воспоминания. Это тоже такие детские воспоминания о зиме, но дерево туда не помещалось, и поэтому он сделал вот такую маленькую инсталляцию из вот этого самого напоминания о снежном пейзаже, где вместо снега была полиуретановая пена строительная. Инсталляция Пономаренко «Ботинки со снегом», 1966 год. На синем фоне расставлены три предмета – саквояж, резиновые сапоги и вязанка дров. Предметы расположены в ряд симметрично относительно друг друга. В центре изображения носами к зрителю стоят резиновые сапоги. Носы покрывают толстый слой жёлтой гладкой строительной пены. Слева от сапог стоит небольшой саквояж. Саквояж имеет ручки и замок. Верхняя часть саквояжа покрыта такой же пеной. Справа от сапог – вязанка дров. На вязанке сверху, как небольшой сугроб, также лежит строительная пена. Которая вот так не очень красиво покрывает эту вязанку хворостые сапоги, создавая, в общем, не очень рождественское, скорее, посткатастрофическое настроение. И идея неких маленьких заснеженных пейзажей, вот этих миниатюрных пейзажей, при принесении в пейзажи галереи. Потом у него, это не самый частый сюжетовый творчество, но несколько раз она у него возвращалась, вот в такой работе. В 83-го году век Кавки, где опять-таки возникает этот крошечный заснеженный пейзаж с такой же пеной. И вот в таком инсталляции 77-го года, где появляются миниатюрные ландшафты, ландшафты, как бы увиденные с высоты птичьего полёта. Инсталляция Пономаренко – Ховкинс, 1977 год. На белом полу в ряд лежат три плоских прямоугольника серого цвета. Края и поверхность прямоугольников неровные, их поверхность напоминает бутафорскую имитацию сухой каменистой почвы. Крайний левый прямоугольник разделён на две половины. В ближней к зрителю половине расположено семь кругов разного диаметра. Они коричневого цвета и похожи на торчащие из земли верхние края, зарытых в землю горшков. Они слегка потрескавшиеся, разного диаметра и зарыты вплотную друг к другу, без особого порядка. В эту часть прямоугольника в пространство между горшками воткнуты две палки. На верхних концах палок закреплены небольшие прямоугольные таблички серого цвета. В центре дальней части прямоугольника насыпано немного сена и воткнута одна такая табличка. Следующий серый прямоугольник немного меньше предыдущего. В его центре насыпано сено и воткнуты две таблички. Третий участок более рельефен. Его центральная часть приподнимается, подобно холму. На дальней части прямоугольника тонким слоем расположена сена. В правую часть кучно воткнуто четыре таблички. Потому что вот эта самая высота птичьего полета, это, наверное, тот сюжет, который для Пономаренко является центральным. Также вещи, работы, с которых он начинал, это изображения животных, которые его ужасно интересовали. И как некие отличные от нас живые существа, и как существа, организмы, способные обитать в иной, нежели человеческое среде обитания. В середине спины расположен высокий узкий треугольный плавник. Справа небольшим плоским расширением обозначен хвост. Длина скульптуры почти полтора метра, высота вместе с плавником около метра. Скульптура расположена на невысоком, горизонтально ориентированном прямоугольном постаменте со скругленными краями. По длине и ширине постамент равен скульптуре. Он сделан из прозрачного пластика, куски которого соединены ржавыми металлическими швами. Постамент неровный, его поверхность местами продавлена и покрыта вмятинами. Животные, как живые, плавательные аппараты, как живые, сюда появляется вот такая вот кит, появляются вот такие вот крокодилы, которые тоже выглядят как какие-то невероятные, там, амфибии, в смысле машины амфибии, и которые для него при этом воспоминания об Антверпенском, детские воспоминания об Антверпенском зоопарке, одном из самых, по-моему, больших и таких нарядных зоопарков Европы. И появляются, собственно, первые его изобретательства. Вот такой вот объект, горный велосипед, который превращается в объект, который превращается в некое изобретение. Машина, которая отсылает к машинам, гоночным машинам, но при этом выглядят машиной, скорее, из научно-фантастического фильма, чем, собственно, из гонок. И возникает одно из первых его предметов изобретения – магнитные ботинки. Это предмет, который использовался для хэппининга. Это действительно ботинки, купленные в секонд-хенде, электромоторы, купленные в магазине американских распродаж, всяких военного добра. Там же куплены электромоторы. Это ботинки, которые позволяли действительно совершать некую удивительную акцию, позволяли ходить по потолку. Можно первое видео посмотреть. Небольшая комната. В ней четверо мужчин. Трое поднимают с пола металлический шкаф. Верхняя полка шкафа сильно выдается вправо. К ней за счёт магнитных ботинок прикрепился ногами четвёртый мужчина. Шкаф поднят вертикально. Теперь мужчина в ботинках висит вниз головой. Он сгибает одну ногу, ботинок отрывается от полки, мужчина висит на одной ноге. Второй ботинок отрывается, мужчина падает. Собственно, вот это самое ощущение отрыва от Земли и переворачивания воздуха, которое даёт это простое изобретение в виде намагниченных ботинок, было одним из принципиальных объектов Пономарянка. Потому что, собственно говоря, это ощущение полёта и возможности оторваться от Земли, возможности перемещаться неким другим непривычным способом, для него было центральным сюжетом его искусства. И вот это его достаточно поздний рисунок, где 80-го года, где как раз все эти его изобретения присутствуют на одной страничке, на одном листке, и в центре оказываются эти самые магнитные ботинки. Рисунок Пономаренко. Графика. На горизонтально ориентированном белом листе бумаги синим цветом изображено множество различных изобретений. Некоторые изображения похожи на чертежи, другие просто на графические изрисовки. Рисунки очень плотно покрывают лист. В центре листа вычерчен небольшой горизонтально ориентированный прямоугольник. Внутри нарисована пара ботинок, подошвы к зрителю. На подошвах коричневым цветом нарисованы магниты. Справа от ботинок нарисована фуражка. Под ботинками и фуражкой надпись латинскими прописными буквами коричневого цвета. Надпись содержит псевдоним художника Пономаренко. Среди чертежей окружающих прямоугольник чертежи футуристических автомобилей, парашютов, механизированных протезов, планеров, подводных лодок и других механизмов. И магнитные ботинки тоже можно считать своего рода изобретением. Но надо сказать, что это единственное, может быть, изобретение Пономаренко, которое действительно действовало хотя бы. Причем, как мы видели в этом видео, оно, конечно, действовало до определенного предела, потому что кончается это тем, что он все-таки падает, кончается это все-таки каким-то провалом. И такая же история с изобретениями, которые действуют, но не до конца, это история всех, собственно говоря, его работ. Но я думаю, что вот этот прекрасный, огромный дирижабль, многие из вас видели, потому что он был одним из экспонатов третьей московской бионерии современного искусства, и висел, четвертый, простите, и был представлен в манеже, и очень красиво смотрелся в большом манеже под потолком. Объект Пономаренко 1969-1971 года. Выставочное пространство. В пространстве на множестве канатов подвешен огромный дирижабль. Дирижабль изготовлен из прозрачного материала, похожего на пленку. Сквозь пленку просвечивается каркас дирижабля, а во многих местах оболочка дирижабля имеет следы заклеенных отверстий. Под дирижаблем на полу стоит кабина из серого местами проржавевшего металла. Кабина имеет форму параллели пипеда со скругленными углами. По периметру кабины множество окон. Окна не имеют стекол. На крыше кабины проволочная конструкция. На конструкции закреплены моторы с пропеллерами. От кабины к дирижаблю проходит прозрачный рукав. Это сделала Пономаренко в 1969 году. И собирался, и сделал как действительно некое альтернативное транспортное средство. И в качестве перформанса собирался полететь на этом дирижабле из Бельгии в Нидерланд и в Сонсбек на фестиваль современного искусства, который в Сонсбеке регулярно происходил и может быть еще происходит. Но из этой затеи, к сожалению, ничего не получилось. Потому что сначала ему это запретила авиация. Что просто у него не санкционированные местные власти, какой-то не санкционированный дирижабль будет летать в воздушном пространстве, пересекать границу. И, собственно говоря, это абсолютно соображение безопасности было невозможно сделать. И когда он попытался просто его испытать и подняться в воздухе, началась гроза. И, собственно говоря, кончилось испытание этого очень красивого аппарата тем, что он просто упал, к сожалению. И разорвалась эта оболочка. Никто не пострадал, потому что никто не поднимался настолько высоко, чтобы кто-то мог пострадать. Но, тем не менее, этот дирижабль был вот таким дирижаблем, которому пришлось пережить падение. Вообще удивительно, что он выбирает дирижабль, потому что это очень программный выбор. Это очень романтический предмет, потому что это некая тупиковая ветка развития технологии. Никакие дирижабли давно не летают. Это то, что уже в 60-е годы было ретро-футуризмом. Это некие представления о будущем, почти жюльверновском, которое не состоялось. И, собственно говоря, не летали они в том числе, потому что оказалось, что это очень небезопасный транспорт. Это радиозные съемки первой катастрофы дирижабля. Это падение дирижабля в Гинденбург. То есть это всегда некий транспорт, в котором есть нечто и романтическое, и старинное, и трагическое. И вот эту всю ауру смысловую, которая связана с этими дирижаблями, Пономаренко вполне себе включает в свой проект аэромобилера, который он, несмотря на то, что в качестве реального способа перемещения он себя не оправдал, тем не менее всякие всевозможные дирижабли или модели дирижабли, макеты дирижабли, Пономаренко продолжает делать на протяжении всего своего творчества, создавая там все возможные, более не менее фантастические, такие совершенно дирижабли, макеты этих самых дирижаблей и прочих удивительных летательных объектов, которые действительно скорее вышли из научной фантастики, нежели из музея техники, которые отсылают к идейников не наступившего будущего, не наступившие ветви развития и отсылают к самой романтической, наверное, из всех 60-х годов, из всех образов технологий, возможности улететь, возможности оторваться от земли, возможности путешествовать на свое усмотрение. Почему еще важны дирижабли, что это не авиация, что хозяину, конечно, запретили полет, но в принципе дирижабль, в отличие от самолета, может летать ниже, он может летать на свой страх и риск, ты можешь быть более свободным, если ты оплатаешь самолетом и каким-то более конвенциональным средством путешествий. И в 68-м году Пономаренко пишет еще манифест, призывающий создавать собственную среду обитания, собственную резервацию, как он это называет, пространство, собственную коммунную или действительно утопию, пространство свободное от торговли и индустрии, это такой социальный другой проект, пространство, которое существует, среда, которая существует за счет энергии ветра и воды, что тоже для конца 60-х годов был достаточно радикальным таким экологическим проектом, со своими, абсолютно замкнутый мир, отключенный со своими средствами массовой информации, со своим радио-телевидением, которое исключительно художническое, и предлагает заняться тем, чтобы начать поиски свободного участка земли, на котором эта утопия могла бы осуществиться, и для того, чтобы искать эту землю, искать новую землю, искать новую территорию, разведывать новую территорию, собственно говоря, могли пригодиться его удивительные, предназначались его дирижабли, предназначались его удивительные воздушные суда, которые он создает, и но понятно, что это действительно какое-то воздушное транспортное средство, на которых можно скорее улететь в какой-то параллельный мир, нежели открыть новые земли, не освоенные на европейной территории, достаточно плотно заселенной Европы. И среди прочих изобретений, которые как бы, ну это не единственное транспортное средство, которое придумывает Пономаренко, еще более фантастическое средство, которое он придумывает, начинает разрабатывать с 1969 года, это такой пропеллер-рюкзак, с помощью которого можно летать по воздуху самостоятельно. Самостоятельный путешественник надевает вот такую вот штуку с винтами, и теоретически должен взлететь в воздух, и летать совершенно самостоятельно, автономно существовать в воздушном пространстве. Это как бы, и тут его уже никакая авиация ему не может запретить перемещаться таким образом. Пономаренко очень подробно, и надо сказать, вполне научно и технически обосновывает свои изобретения. Он изобретает новый тип мотора, который может быть, новый тип пропеллера, который должен быть использован в этих самых индивидуальных средствах полета, очень легкого, действительно очень работающего. Он придумывает несколько систем вот таких вот пропеллеров-рюкзаков, которые надо носить на себе, которые способны поднять человека в воздух. Это очень эффектно выглядит. Там вот всех, вот долгие-долгие системы разработок вот этих разных, все новых и новых моделей, вот такой катакульт, вот такого рюкзака пропеллера и средств для индивидуального полета. Ну, понятно, что ни одно из этих изобретений не подняло человека в воздух. Но при этом все они на свой лад работали. Они там эти моторы работали, первые моторы, которые он брал в 60-х годах, первые моторы, которые он брал готовые, брал, это были моторы от электропилы. Потом он изобретал там новый тип этих пропеллеров, новый тип мотора. Это все работало, это все до какого-то момента вполне существовало. Это было действительно не муляжом изобретений, это вполне было изобретением, это вполне было работой, но при этом это, конечно, как бы цель, это финал этого изобретения оставался утопическим. Полная его реализация этого проекта была каждый раз отсрочена, и в конце концов эти все модели или прототипы этих летательных аппаратов индивидуальных оказывались частью скульптуры. Вот такой вот, это такого вот персонажа с пропеллером, да, который отчасти автопортрет Пономаренко. На следующем слайде скульптура Пономаренко, Бразилия, 2005 год. Светлое выставочное пространство. В центре зала на темном постаменте расположена скульптура. Скульптура представляет собой фигуру бегущего мужчины в длинном плаще и шляпе. За плечами мужчины закреплено большое прозрачное крыло, похожее на крыло дельтаплана. Руки мужчины согнуты в локтях, кисти находятся на уровне головы, а в руках он держит две веревки, прикрепленные к раме крыла. Фигура мужчины темно-коричневого цвета с гладкой блестящей поверхностью, как будто покрытой лаком. Рама крыла сделана из блестящего серебристого металла, а сама поверхность крыла из прозрачного пластика. Два у него есть героя, и герой, скульптура, которая называется Бразилия. Название Бразилии отсылает к фильму Терри Гильяма, к антиутопии героя, которого во сне летает. Это полеты, о которых мечтает Пономаренко. Это полеты, которые происходят. Это то, как мы летаем во сне. И это полеты, которые невозможны в дневное время, это полеты, которые невозможны наяву. И это возобновление мира, это возвращение к мифу об Икаре, мифу о попытке оторваться от Земли и неком неизменном падении. При этом Пономаренко работает на очень тонкой грани между действительно неким научным изобретением и изобретением сказочным. В том, что речь идет об изобретении сказочном, он сразу не признается. Все его изобретения выглядят вполне эффектно, вполне фантастично и вполне увлекательно. Очень хочется увидеть, как вот этот самый удивительный красоты на самом деле воздушный аппарат действительно может подняться в воздух. Очень хочется, чтобы увидеть другой мир, в котором вместо привычных самолетов, вместо привычных транспортных средств уже скучных летают вот эти самые удивительные красоты изобретения, напоминающие отчасти «Летатлин», который тоже никогда не полетел, напоминающие изобретение Леонардо да Винчи, с которым работа Пономаренко со всей очевидностью отсылает. То есть это некий параллельный вариант развития техники. И это работы, в которых заложена эта неудача, потому что это то, что, наверное, отличает изобретение Пономаренко от изобретения Тенгли. Изобретения Тенгли вполне, машины Тенгли вполне себе работают. Они прекрасно работают, все колесики крутятся, все, что должно происходить, происходит, но это машины, у которых нет функции, у которых нет назначения. Это прекрасно работающая машина, которая сделана для того, чтобы саморазрушиться. Но свою эту функцию, саморазрушиться как можно эффектнее, она прекрасно выполняет. Машина Пономаренко имеет абсолютно понятное назначение. Она должна летать, она должна плавать, она должна поднимать человека в воздух. Но, в отличие от машины Тенгли, она это понятное и функциональное назначение не исполняет, потому что то, что вот эта самая невозможность осуществления этого полета, это то, что, по мысли Пономаренко, является категорией сна, является категорией мечты. Его машины принадлежат миру мечты. Как только если бы они идеально работали, то это стало бы быть искусством, это стало бы тем, что просто показывает просто технической моделью. А так и остается ощущение невозможности этого. И нужно построить этот дирижабль, нужно действительно, это не идея, которая работает сама по себе, вот это не концептуальное искусство, я придумываю идею, эта идея самодостаточна, можно ее не осуществлять. Нет, наоборот, это идея, которую надо осуществить, для того, чтобы понять, что что-то не работает. И вот это именно момент поражения, именно момент фиаско, это то, что позволяет этим изобретениям быть не частью науки и прогресса, а частью, собственно говоря, искусства. Вот эта нереализованность, как я цитирую статью из каталога «Ретроспектива Пономаренко», которая не так давно проходила, и там замечательное определение, которое есть, что это дендизм-фиаско. И вот это самое измерение дендизма, поражение как дендизма, фиаско как дендизма, действительно то, что у Пономаренко с его очень диковинными, нарочито-архаическими, нарочито-кустарными машинами действительно присутствует. Летательный аппарат Пономаренко Ви-1, реактивный самолёт Борада-01, 1991 год. Выставочное пространство с белыми стенами и тёмно-серым полом. На полу в центре зала лежит небольшой самолёт. Самолёт жёлтого цвета, длиной около 2,5 метров. Самолёт сделан из жёлтого, тщательно отшлифованного дерева. Длинные крылья самолёта прямоугольной формы. В фюзеляже вырезано место для пилота, оно занимает переднюю половину фюзеляжа. Место пилота открыто, в задней его части сетчатая металлическая спинка чёрного цвета. За спинкой из сетки внутри фюзеляжа расположен чёрный металлический цилиндр. Хвост самолёта конусообразной формы. Он не поднимается вверх, а продолжает его фюзеляж. К середине хвоста сверху приделан маленький реактивный двигатель. Двигатель чёрного цвета и напоминает по форме снаряд. На конце хвоста три коротких крыла, два по бокам и одно направлено вверх. И машины, которые, опять-таки, связаны с войной, он делал не только дирижабли, дирижабли и всякие планеры. Он делал самолёты, но это самолёт, который, с одной стороны, не может летать, с другой стороны, это самолёт, который повторяет очертания немецких самолётов Второй мировой войны. Это одно из самых страшных воспоминаний детства. Пономаренко, когда он увидел, как падает над городом сбитый самолёт, горящий. И вот он этот самолётик воспроизводит и называет его «Борада». «Борада» — это слово из замечательного научно-фантастического фильма 50-х годов, «День, когда Земля остановилась», про то, как прилетает на Землю огромная летающая тарелка серебряная, из неё выходит пришелец в серебряном шлеме, в скафандре. И, говорит, и останавливает мир на секунду. Люди, если вы не опомнитесь и не одумаетесь, и не перестанете прекращаться, воевать, разрушать природу и так далее, мы сможем совсем всё остановить. Мы сможем остановить все источники энергии. Очень такой, для 50-х годов, очень неожиданный, антиморитаристский папосы фильм, совершенно замечательный, который имеет смысл посмотреть. Вообще, вот этот самый бэкграунд к кинофантастики, там вот фильм «День, когда Земля остановилась», такая киноклассика абсолютная, голливудская, до Бразилии Терри Геллиама, для мира. Пономаренко очень важен, вот эти референции к научной фантастике, для него очень важны. И все эти игрушечные, как бы, самолеты, вот такая вот, удивительное изобретение, уже как бы не вписывающиеся, ни в какие внятные описания. Это был летательный аппарат, который должен был летать по тому же принципу пропеллеров, вот эти, как летали его рюкзаки, пропеллеры. И это аппарат, сконструированный для того, чтобы летать между деревьями в джунглях. Летательный аппарат Пономаренко, летающая машина для джунглей и гор, на высоте 7000 метров, 01, 1991 год. Футуристический летательный аппарат. Аппарат напоминает спортивный автомобиль с низкой посадкой. Корпус машины белого цвета. Он приплюснут сверху, имеет округлые обтекаемые грани. Места, где должны были бы располагаться колеса, выступают над кузовом и выглядят как четыре полусферы. Полусферы обращены плоской частью вниз. По вертикали они разделены на две половины. Ближние к кузову половины выполнены из тонкой сетки красного цвета. Внешние из гладкого материала, выкрашенного в светло-оранжевый цвет. Эти полусферы изображают направленные вниз реактивные двигатели, за счёт которых аппарат должен летать. В центре кузова аппарата расположена кабина пассажира, застеклённая квадратная прорезь со скруглёнными углами. Летательный аппарат Пономаренко действительно очень много путешествовал. Он ездил в Перу, он ездил по всей Европе, он был на Северном полюсе. К сожалению, он всё-таки не своими изобретениями пользовался для этих путешествий, но тем не менее, каждое из этих путешествий давало ему идею, какое бы ещё новое изобретение хорошо бы придумать. Вот замечательный аппарат для летания между деревьями в джунглях. А вот такой вот замечательный, я даже не знаю, как это называется, летательный аппарат назвать, который называется, по-моему, «Зимородок» в переводе. И ещё одно из, может быть, второе по любимости у него был летательный аппарат после дирижабли. Это такое же, тоже странное, как бы не ставшее таким же мейнстримом, как самолёты, авиационные техники, это вертолёты. И вот все возможные вертолёты, причём вертолёты, одиночные вертолёты, рассчитанные на одного человека, и вертолёты, которые должны были действовать на педальной тяге. Человек должен крутить педали, чтобы подняться в воздух. Это такой, как бы, экологический транспорт, да, это уже совершенно невозможно. Вот эти вот педальные вертолёты, всех возможных вариантов, это тоже одно из, одно из постоянных изобретений «Пономаренко», так же, как и всевозможные различные устройства, винтов и пропеллеров, которые, вы видите, мы завораживали, так же, как они в какой-то момент вот это вращательное движение в своё время завораживало Дюшана с велосипедным колесом. Вот так, все это придумывают, игрушечные, замечательные макеты, которые живут на, не взлетают в воздух, стоят на заднем дворе его мастерской, но при этом другую свою мастерскую, которая была у него в Антверпене, он оборудовал абсолютно ненужной, но абсолютно, как бы, возможной для использования вертолётной площадкой на крыше, на которой никогда не взлетел ни один вертолёт, но эта вертолётная площадка в его доме, жилье художника для него была необходима. И вообще, сама эта мастерская была таким удивительным инсталляцией, в которой он жил, где был зимний сад, где было множество птиц живых, где были все эти его мастерские, такое удивительное место, которое напоминало, как которое после, в 2005 году Пономаренко заявил о том, что он уходит из искусства и прекращает заниматься художественной деятельностью, а займётся он лучше чем-нибудь другим, например, будет, и он устроил собственную компанию по продаже кофе в зёрнах, из экзотических стран. Это тот такой жест. Вот, и всё, как бы, всё, всё, всё это своё мастерскую он завещал, не завещал, художник жив, подарил музей в Антвергенскому в качестве тотальной инсталляции. И эта тотальная инсталляция, что это такое, это удивительный мир такого, как бы, жильверновского героя, где есть экзотика, где есть изобретатели-одиночки. Летательный аппарат Пономаренко «Зимородок», 2004 год. Абсолютно белый зал. На полу стоит дельтаплан из прозрачного пластика. Длина крыла дельтаплана около 4 метров. Крыло почти прямое. В центре полотно крыла почти в два раза шире, чем по краям. Концы крыла узкие, их увенчивают прозрачные куски пластика, напоминающие перья. По шесть перьев на каждом конце. Перья распущены подобно хвосту павлина. В центре крыла, под ним, там, где у дельтаплана должно располагаться место пилота, расположена изогнутая дугой тонкая металлическая труба. Передним концом она закреплена в центре переднего края крыла, а задним концом в центре заднего края. Внизу, в центре изгиба трубы, расположено маленькое колесо. От центра заднего края крыла назад отходит длинная прямая металлическая труба. На её заднем конце закреплён большой плоский овал из прозрачного пластика. Мастерская Пономаренко. Большая светлая комната, заставленная множество металлических стеллажей, ящиков, тумб и постаментов разного размера. По полу разбросано множество предметов. Среди них есть защитные очки, детали планеров, большие винты. В центре комнаты на большом ящике стоит большая жёлтая скульптура, напоминающая подводную лодку с непропорционально большой рубкой. На стеллажах и тумбах разложено множество инструментов и деталей различных механизмов. Среди стеллажей тумб тут и там возвышаются большие катки с тропическими растениями. И что очень занятно в этих работах Пономаренко, что, конечно, он это 60-е годы, это самое, он родом из 60-х, это одно из самых утопических и наполненных идеями социальных утопий, социальных преобразований, социального протеста по десятилетиям в истории Запада, в истории Европы. Но при этом всё, что все проекты Пономаренко, за исключением вот этого самого манифеста с предложением создать, построить собственную утопию, построить собственную коммуну, все они абсолютно рассчитаны на одиночку, на одного человека. Это вертолеты с одним сидеть, на одного пилота, которые к тому же вот эти рюкзаки, которые должны только одного человека могут поднять воздух. Это дирижабль, который задуман как дом, в нём можно обитать, но в нём может обитать, в этой кабине может обитать только один человек. То есть это инструменты не столько покорения новых пространств, не столько исследований, сколько инструмент побега, это совершенно эскапистский инструмент для героя-одиночки, который живет как некий капитан Немо, изобретатель-одиночка, который уходит от мира, может быть, надеясь им управлять, надеясь, изменить его, но при этом это абсолютно отрывает такой романтический герой, одинокий герой, образ которого создает художник. Со своими изобретениями живущий, предпочитающий общество птиц, общество человека и в его мастерской в этом прекрасном доме было множество живых птиц, и даже на одной из его первых выставок 60-х годов он в качестве экспоната привез вот такого вот живого тукана, который у него потом жил в мастерской и птицы, так же, как и обитатели моря, с изображениями которых он начинал свое искусство, для него тоже были такие, были источником вдохновения. Он вслед за Леонардо да Винчи, вслед за Татлином пытался придумать свой, сконструировать свои летательные аппараты, которые были махолетами, которые должны были работать по принципу, как бы летать по тому же принципу, по которому летают птицы, а не по которому летают современные самолеты. то есть он возвращался, отменял всю техническую эволюцию, которая произошла, чтобы вернуться и к идеям, в общем, Леонардо да Винчи, и к идеям, и, собственно, опять-таки, ни одного, он создавал еще вот такие вот роботы, да, механических птиц, которые его ужасно интересовали. Работа Пономаренко «Синий археоптерикс». На белом постаменте расположена небольшая скульптура из дерева, изображающая скелет древнего предка птицы археоптерикса. Скелет размером примерно с ворону, он очень похож на скелет современной птицы, за исключением длинного хвоста и трех длинных когтистых пальцев на концах крыльев. Археоптерикс стоит, подняв левую лапу вверх и расправив крылья. А вместо оперения из костей крыльев торчит редкая металлическая проволока. На концах каждой проволоки закреплены маленькие узкие прямоугольники тёмно-синего цвета, похожие на солнечные батареи. Таким образом, крылья скульптуры напоминают в веер на длинных спицах. Огромная серия скульптур или произведений. Он пытался из этого, как бы показывал, что именно эти движения этих птиц могут стать основой для создания новых летательных аппаратов, создавал вот таких вот птицеподобные машины. Работа Пономаренко «Переменная матрица Ворона», 2000-й год. Полутёмное помещение с кирпичными стенами. Помещение похоже на старый ангар. В ангаре стоит большой планер с крылом из прозрачного пластика. Крыло прямоугольной формы, его концы слегка загнуты вверх. На обоих концах крыла расположены по четыре больших чёрных пластиковых пера. Они расположены по краю друг за другом. Их концы слегка изогнуты вверх. Вместе с перьями крыло приобретает сходство с крыльями парящего ворона. Под левой и правой половинами крыла расположены по велосипедному колесу. От центра назад отходит длинная тонкая труба. Труба оканчивается в середине одним горизонтальным маленьким крылом овальной формы. Хвост опирается на одно маленькое колёсико. И такие же, и так же долгое время, не в меньшей степени его интересовали насекомые. Вот одна из его первых работ – это игрушка «Майский жук». И насекомые, которые тоже могли бы быть, чей способ полёта, вот эта вибрация крыльев, также могли бы стать прототипом для новых летательных аппаратов, которые он создавал, вот такие вот замечательные крылатые машины, крылатые вертолёты с этими вибрирующими, как у насекомых, крыльями на хвосте, вот огромные. Летательный аппарат Пономаренко – ковёр Амбелли, 1984 год. На фоне белой стены на белом постаменте расположена небольшая модель летательного аппарата. Аппарат напоминает стрекозу с четырьмя округлыми прозрачными крыльями. Вместо тела стрекозы крылья крепятся к выгнутой металлической пластинке зелёного цвета. Вместо хвоста от пластинки назад отходит тонкий металлический пруд, на конце которого закреплены крошечные велосипедные педали. Аппарат установлен на тонкой вертикальной ножке чёрного цвета, таким образом, что его хвост смотрит почти вертикально вверх. Сама ножка прикреплена к переднему краю зелёной металлической пластинки. Огромное количество машин, которые вдохновлены движениями и способом существования насекомых и птиц. И другая линия, которой он занимался, линия изобретения, которые начинали в 90-е годы, это всякие приспособления для плавания. Это вариант для индивидуальных скафандра, в котором можно ходить по дну и гулять по морскому дну лёгкого скафандра. Это приспособление для плавания, которое оставляет, ну, такой вот, как рюкзак для полёта. Вот такое же приспособление для плавания. Это вид, который прикрепляется к ногам, оставляя свободные руки. Тоже это всё не то, чтобы очень было реальным. Но, как бы, в мире Пономаренко это искусство, именно потому, что это неосуществимые проекты. Вертолёт или чем бы это могло быть, который может присадиться на воду. И вот такое вот самое большое его произведение. Изобретение Пономаренко «Шотландский гамбит» 1966-1999 года. Большое светлое пространство авиационного или судостроительного ангара. В центре стоит большой плавательный аппарат, построенный по принципу катамарана. Аппарат имеет высоту около пяти метров и длину не менее десяти. Аппарат представляет собой вытянутый в длину и приплюснутый сверху и снизу обтекаемый корпус, стоящий на четырёх длинных ножках. Корпус сделан из полированного серебристого металла. В передней части аппарат имеет множество небольших круглых окон, иллюминаторов, расположенных рядами. В задней части корпуса установлено два двигателя с авиационными пропеллерами. Нижние части ног опор широко расставлены в стороны. Каждая из четырёх опор состоит из двух длинных труб, образующих треугольник. Узкий конец треугольника упирается в землю. К нему прикреплены два горизонтальных поплавка. Поплавки по форме напоминают сигару — длинный горизонтальный цилиндр со скруглёнными концами. Поплавки расположены близко друг к другу и параллельны корпусу плавательного аппарата. По замыслу художника эти поплавки должны располагаться на поверхности воды. При этом поднятый на опорах обтекаемый корпус находился бы высоко над водой, двигаясь за счёт тяги авиационных винтов, гонящих воздух. Вот такой вот гидроплан или что это может быть, который должен был, который он придумывает ещё в 60-е годы, именно как тот транспорт, который подходил бы для дальних путешествий, открытия вот этих самых неисследованных земель, в которых можно было бы учредить свою утопию. И такая же вот в 90-х годах Панама, такая подводная лодка, как раз абсолютно вильверновская, действительно, как корабль капитана Немо. И это повторение формы вот того самого кита, да, которого он делает в 60-е годы. Фотодокументация субмарины Пономаренко, Панама, Шпицберген, Новая Земля, 1996 год. Чёрно-белая фотография. Фото сделано на улице, перед большими ангарами. На переднем плане расположена субмарина, возле которой стоит сам художник. Вся конструкция около трёх метров высотой и около пяти длиной. Корпус субмарины в высоту чуть выше человеческого роста. Субмарина выглядит несколько игрушечной, её корпус кажется коротким и пузатым. Рубка, возвышающаяся в центре верхней части корпуса, непропорционально большой. Вокруг основания рубки из корпуса в разные стороны торчат металлические прутья антенны. Корпус и рубка сварены из прямоугольных кусков металла. Сварные швы грубые толстые, неаккуратно замазанные чёрным вязким герметиком. На боку корпуса расположены три больших круглых иллюминатора, но они заварены круглыми кусками металла. На боку рубки пятиконечная звезда и надпись на русском языке «Панама». Панамаренко опирается спиной на боковую часть корпуса. Художник стоит, сложив руки на груди. У него длинные вьющиеся волосы с сединой. На художнике светлый брезентовый плащ. «Всё это и там всякие маленькие... Очень плохо с техническими терминами. То, что может ездить по снегу на гусеницах. Тоже индивидуально абсолютно, крошечное. Там все возможные изобретения, шагающие. Ропот ноги. Тоже такие совершенно киношного вида. Вот такой вот маленький робот-циклоп, которого он брал на Северный полюс и выгуливал на Северном полюсе, потому что путешествия всё-таки происходили. Но, естественно, главной мечтой Панамаренко было покорение космоса. Либо это что-то, что летает ниже самолёта и позволяет находиться в неком другом слое атмосферы, в другом слое реальности. Либо это всё-таки покорение космоса. Вот в 65-м году он делает калаш в такое совершенно пространство в космос. И то в 60-х годах начинает делать всевозможные объекты, необознанные летающие объекты такого космического свойства. Опять-таки, что в 60-е годы было и частью научно-фантастического пафоса, очень огромное количество научной фантастики про космос, 50-е, 60-е. И в то же время частью мифологии холодной войны. Любой неопознанный летающий объект мог считываться и как тарелка пришельцев, и как секретное оружие советов. Это тоже мифология времени всегда разрабатывалась. Но при этом его идея космоса, его идея полёт в космос, она привела его к довольно серьёзным, дотошным, по крайней мере, научно-техническим исследованиям. Он придумывает свой тип транспорта, он придумывает, каким образом эта летающая тарелка должна летать. Она должна летать, оборачиваясь вокруг себя и развивая эту скорость за счёт вращения вокруг собственной оси. Он конструирует машину, которая умеет вращаться вокруг собственной оси. Он придумывает, он разрабатывает теорию, согласно которой летательные аппараты, способные совершать межзвёздные путешествия, межгалактические путешествия, будут летать благодаря магнитной силе, придумывают всякие технологические приборы, магнит, который может удерживать этот летательный аппарат в воздухе. Насколько оно всё работает и насколько это всё возможно работать, трудно установить. У самого Пономаренко было замечательно, что когда он делает расчёты, он сам путается в этих расчётах, поэтому перестаёт писать формулы и начинает рисовать. Он разрабатывает собственную игрушечную модель Вселенной, потому что он действительно начинает разрабатывать собственную теорию Вселенной. Но при этом для того, чтобы в том мире, в котором могут летать и совершать межзвёздные путешествия, его замечательные эти магнитные летающие тарелки, это мир, это Вселенная, которая должна быть устроена по немножко более старинным законам. Он считал, что Эйнштейн был не совсем прав, потому что в том научном мире, который придумывает Эйнштейн, такие штуки не могут летать. И поэтому надо вернуться к некой предыдущей модели мира, в которой все эти открытия возможны. То есть это действительно такой, вот в жюльверновском мире это может сработать, в мире, который устроен так, как в миру жюльверна. И поэтому все эти летающие тарелки, это летающие тарелки, которые летают в том мире, который устроен более привычным, более архаичным и более надёжным способом, от которого, к сожалению, пришлось отказаться. Космический аппарат Пономаренко «Бинг-Фера-Луста», 2002 год. На белом фоне, на маленьком чёрном постаменте расположена небольшая модель космического аппарата. Аппарат представляет собой шар бежевого цвета. По горизонтали шар обхватывает широкая плоская лента из того же материала, напоминающая поля шляпы. Вся конструкция напоминает круглый бежевый шар в плотно сидящей летней шляпе с круглой тульёй и широкими неровными полями. Крылья полей слегка загнуты вниз. Снизу поверхность шара и нижнюю часть полей соединяют шесть металлических стержней. Стержни выполняют роль подпорок, поддерживающих поля конструкции. Под полями, на равных расстояниях друг от друга, к шару прикреплены три одинаковые конструкции. Каждая конструкция состоит из двух металлических колец. Одно кольцо вставлено в другое таким образом, что кольца располагаются перпендикулярно друг к другу. В одном из колец закреплён прозрачный цилиндр с проводами внутри. Эти конструкции из колец и цилиндров напоминают устройство гироскопа. Модель напоминает старые изображения летающих тарелок из научной фантастики середины XX века. Ну, вот все действительно эти замечательные летающие тарелки, которые не пришли из космоса, которые должны отправиться, покорять космос, но которые пока что стоят в музеях и являются, собственно говоря, произведениями искусства именно в силу своей неутилитарности. Ещё один прекрасный текст, который появился в ретроспективе Пономаренко в Бельгийском музее, был написан Виктором Мезиано, который замечательным российско-итальянским уже куратором и искусствоведом. И у него есть прекрасное объяснение того, что такое работа Пономаренко. Что это не science art, что это не научные достижения, что это не прототип, что это не модель и не макет, что у этих работ есть, у этих объектов есть совершенно другая функция – это игрушка. Игрушка, которая точно так же, которая на свой лад убеждает людей, которые предлагают свою картину мира, но предлагают не научную картину мира, а вот именно вот эту игровую. И поэтому все удивительные, малоудивительные, что вот эти летающие тарелки Пономаренко не являются скульптурами, конечно, прежде всего, но это не макеты, это не модели, это не прототипы, это большие, натуральную величину, практически игрушки, которые эту свою функцию игры и некого сообщения, некого другого, более лёгкого, более утопического образа мира выполняют. Выполняют так, как и выполняет игрушка. Но заслуги Пономаренко в романтизацию авиации, полётов были оценены, и, собственно говоря, в честь него назвали самолёт, да, как у нас есть самолёты, которые названы в честь всяких выдающихся художников, писателей и композиторов. Вот Air France, KLM, да, назвали, видимо, какая-то там, по-моему, ещё была бельгийская всё-таки авиакомпания, назвали свой самолёт Пономаренко, что, конечно, для Пономаренко, скорее всего, было большой честью, да, это очень приятно, но при этом это абсолютно противоположное, это фиаско, потому что человек, который хочет выстроить такое летательное средство, которого нету, который считает, что самолёт всё равно ещё только предстоит изобрести, потому что те самолёты, которые сейчас летают, вот они как раз прототипы, они всё равно бьются, это всё равно не тот идеальный транспорт, который способен унести нас в другой мир. А вот когда твоим именем называют не твой, а совершенно банальный самолёт, это почти обидно. И, как я уже говорил, это произошло после того, как Пономаренко сообщил, что он уходит, перестаёт заниматься искусством, что тоже такой романтический жест, достойный Артура Ромбо, да, как поэт Артура Ромбо, который ушёл из поэзии, чтобы отправиться на приключения торговать оружием, Пономаренко начал торговать кофе, стал торговцем, да, что романтическому потешительнику в какой-то момент превращается в торговца, это нормально, это тоже такой очень старинный способ ухода из искусства. Но, тем не менее, вот не так давно он всё-таки сделал одну, на настоящий момент, последнюю свою работу, это паблик-арт, вот такая вот инсталляция в Бельгии, по-моему, где-то, которая абсолютно вот уже является не скрабами, любимыми животными, которые выглядят как прототипы изобретений на неких научно-технических гаджетах, да, которые ещё только предстоит изобрести, но, наверное, в большей степени, чем все остальные его работы, это уже такая вот честная, откровенная игрушка, да, и игровая площадка. Лэнд-арт-объект Пономаренко. Городской парк или сквер. На переднем плане река или пруд. В водоёме на равном расстоянии друг от друга расположены три полусферы серебристого металла. В центре полусфера крупнее, по бокам от неё две полусферы меньшего размера. В полусферах множество небольших квадратных отверстий. Каждая полусфера напоминает перевёрнутый дуршлаг. Из каждой полусферы бьёт по две или по три струи воды. На поверхности полусфер закреплены большие металлические скульптуры, изображающие крабов. На заднем плане виден берег с густой травой и деревьями. За деревьями видна малоэтажная жилая застройка.